Всем большой привет и добро пожаловать на мой канал! Сегодня у нас будет френчик на коротеньких ноготках с не менее нежнюсеньким дизайном. Вся работа выполнена на материалах Neonail. В видео про мою коллекцию гидлаков я их объявила в числе своих фаворитов. И сейчас у меня снова новинки этой фирмы. И прежде чем начать, хочу порекомендовать вам канал Анастасии Art Simple Nail. У нее на канале много интересных и необычных техник с дизайном ногтей и многое другое. Ссылку на ее канал я оставлю в описании под видео. Вот моя посылочка. И в ней кроме гидлаков есть еще зеркальная втирка вместе со спонжем. Кошачий гидлак и соответственно магнит для него. И вот такие милые наклейки. Пишите в комментарии, если хотите видео с этими вкусненькими слайдерами. Такой базовый набор это база, топ без липкости и матовый топ. С нетерпением хочу похвастаться вот этими супер-пупер плотными красными. У них небольшое отличие тона. Коралл чуть ярче и оранжевее, а секси ред жгучий красный. Безумно красивый. Часто я говорю, что плотный цвет, который можно оставить даже в один слой. Но на клиентах никогда не оставляла один слой. С этим цветом, уже успев поработать с ним, реально плюнула на второй слой и не стала его наносить. Вот вообще идеально было. Но не все конечно цвета такие, не все можно оставить в один слой. Другие требуют двух слоев для идеального покрытия. Но наносится все ровненько и хорошо распределяется. Кошачий глаз в два слоя не такой глубокий. Думаю, его лучше нужно было положить на черную подложку. Магнитом блик собирается очень быстро, но также быстро разбегается. Поэтому быстро нужно отправлять в лампу. Этими лаками буду делать сейчас в френч. Вот мои новенькие и яркие классные цвета. И втирочка зеркальная на черной подложке. Теперь можем приступать к работе. Я подготовила ноготки и сделала выравнивание базой Neonail. Она достаточно жидкая, поэтому я делала это в два этапа. Но она хорошо и быстро самовыравнивается, поэтому вот такой хорошенький блик получился. Я немного удлинила свободный край указательного пальчика с помощью акриловой пудры. Вот такой вид имели ноготки до покрытия в процессе подготовки. А сейчас я наношу цвет, который выбрала для камуфляжа. Это Кашемир Роуз. И задача нанести его без проклещен в один слой. Для светлого оттенка это сделать нелегко, но реально. Белый достаточно плотный, поэтому буду использовать его в чистом виде без подмесов гель-краски. Он так и называется French White. Хорошо подходит для улыбки, не подпрыгивает с торца, ложится достаточно тонко и ярко. Абсолютно не растекается, удобно работать. Ноготки короткие, поэтому френчик рисую тонкий с заходом на длинные усики улыбки. Я люблю такие улыбочки. Они вытягивают зрительно пальчик и при отрастании усики френча все равно будут смотреться хорошо. А ногтевое ложе будет удлиненным. Два пальчика я перекрою матовым финишем. Очень он жидкий и придает легкий матовый эффект, при котором практически нет фактуры и он поэтому не сильно пачкается. Остальные пальчики перекрываю финишем без липкого слоя. Консистенция этого топа мне очень подходит и нравится. Блеск дает очень красивый. На матовых ноготках нарисую тем же белым такие изящные узоры. Практически все клиенты считают дизайн белым френчем свадебным. А как считаете вы? Напишите в комментариях. Но иногда даже отказываются его выполнять. Мол, что я невеста что ли? Хочу не согласиться, потому что это очень красиво и в повседневной жизни. И очень практично. Я обожаю, например, френч еще и на ножках. 100% подо все подойдет. Особенно под постоянно меняющийся новый маникюр. Ставьте пальчик вверх, если вы тоже любите френч. Подписывайтесь также на мои соцсети. До скорой встречи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok